Ни для кого не секрет, что в Советском Союзе была потрясающая фортепианная школа, скрипичная, виолончельная, одна из самых лучших в мире. Но органной школы не было. Были хорошие органисты, были очень хорошие педагоги, но школы не было, традиций не было, книг на разных языках не было, пластинок почти не было, кроме записей советских органистов. Они играли очень хорошо, но этого было недостаточно для того, чтобы учиться. На это есть свои причины, религиозные, потому что в православной церкви не используется орган в богослужении, так как он используется у католиков, у евангелистов, у протестантов. Есть такой анекдот, у батюшки спросили, батюшка, а почему вот в нашей службе нет органа, клавесина, а у католиков, например, он есть? Батюшка ответил, клавесинный орган можно пропить, а вот талант не пропьешь. Правильно. Так вот, талант у нас был, а знаний не было. И вот, когда я учился в Горьковской консерватории, мы ходили в кабинет звукозаписи, и были пластинки полного собрания сочинений Баха, изумительного швейцарского органиста Лионеля Рога. Потом, позже я узнал, что это действительно очень крупная фигура в органном мире, очень большое имя, замечательный органист. И вот мы пытались уловить все, вот как он играет. Мы по очереди брали эти пастинки, мы их слушали, и вот так вот мы учились. Было что-то и другое, но этого было всего мало. Вот так мы учились тогда на Лионеле Роге. Ну, плюс, конечно, собственные занятия у Галины Ивановны Козловой, изумительной органистки советской, потрясающей, царство небесное. Вот. Ну, а теперь я отойду от этого в сторону. Как-то меня позвали на фестиваль в Прагу, на органный фестиваль. Я очень обрадовался, причем позвали в собор святого Якуба. А я очень давно еще видел картинки этого органа. Наверное, это самый красивый орган, который я в своей жизни видел. А потом уже я на нем играл. Есть органы и получше, но этот по красоте я ничего подобного еще не видел. Хотя он, конечно, и очень хороший, надо сказать. Вот. Вообще я очень мечтал поехать в Прагу давно, но у меня есть железное правило никуда не выезжать без органного концерта. То есть из дома не выходить. Я нарушил это лишь в позапрошлом году, когда у моей жены на работе на конец недели была поездка, опять-таки, в Прагу. Ну, это чьится случайно. Это уже совпадение. И все ехали с мужьями, с женами. И она сказала, Рома, ну, ну, ну не выпендривайся, ну поедь со мной. Ну, я поехал, я не пожалел, я провел замечательное время. Вообще потрясающе. Мне очень нравится Прага. И вообще я с ума схожу от чешского языка. Я когда слышу, у меня повышается настроение. Мы когда ехали еще первый раз с аэропорта в город, на автобусе, и вот этот знак, где нужно остановиться, во всех странах написано слово «стоп». Да? А тут написано было «позор». С этого момента я понял, что меня ждет очень много интересного. Вот. Народный театр по-чешски будет «народний дивадло». Изумительно. Но самое потрясающее это слово «композитор». По-чешски композитор это будет «гудочный складатель». Гудочный складатель. Лучше вообще не скажешь. Ну, ладно, это было потом. А сейчас, значит, вот меня позвали на этот фестиваль. Но было одно «но». Была дата мне предоставлена, на которую я ну никак не могу приехать. Но невозможно и все. И я позвонил этой органистке. Звали ее Ирена Шхрипкова. Я даже выговорить не могу. Шхрипкова. И говорю ей, Ирена, вы знаете, я вам очень благодарен. Большое спасибо. Но давайте мы пригласите меня, пожалуйста, на следующий год. В этом году мне никак не получается на эту дату приехать. Она говорит, ну хорошо, я вас приглашу на следующий год, пожалуйста. Ну, что ж мне делать? Дата для вас заготовлена. Это ж мне надо кого-то приглашать. Может быть, вы мне кого-то порекомендуете. Я ей говорю, Ирена, вы европейская органистка. И вы у меня спрашиваете, кого вам пригласить. Да пригласите кого угодно. Сюда приедет кто угодно играть. Ну, в общем, на том и порешили. На следующий год я поехал. Было замечательно, изумительно. Мы были с женой. Провели чудное время. Был прекрасный концерт. Все было хорошо. А вот сейчас, через какое-то количество времени, через пару месяцев, я подумал. А кем же она меня заменила? Мне стало вдруг интересно. Я полез в интернет, полез на сайт этого собора. Нашел свою дату и увидел, что она меня... На моем месте стоит Лионель Рог. О! Вот тогда я подумал. Ай да роман, ай да сукин сын. Надеюсь, мама моя меня простит за это. Вот. Я был такой гордый. Это вот если бы, знаете, если бы я был пианист, И вдруг бы меня заменили бы, ну скажем, Алексеем Володиным, Мартой Аргерих, Трифоновым. Понимаете? Такая солидная замена. А на этот раз был Лионель Рог, что привело меня в дикий восторг. Что я как бы чего-то вот уже достиг. Меня заменяют Лионелем Рогом. Молодец, Роман. Всего вам доброго. До свидания. Простите за нескромность. Простите за нескромность.